Ну, это бесится. Пока живет Ньютон не забыт, Александр Сергеевич прогугливается, Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет. Ньютон не забыв, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Ну что, господа, у нас наконец-то Наступают многоэлектронные атомы А то мы все с водородом разим Настало время Ну первое, о чем хочется поговорить Это про атомы первой группы Или про щелочные атомы Ну понятно, что они больше всего похожи на водород По одной простой причине Там есть один внешний электрон А остальные электроны У них все оболочки Во-первых, их под... Все спиновые состояния у них заполнены У них полный момент У всех остальных электронов спиновый равен нулю И во-вторых, у них все более низкие оболочки заполнены И там все моменты, которые могут быть Все проекции момента заполнены Поэтому полный момент орбитального движения Тоже нулевой Поэтому все определяется одним электроном Но поэтому В принципе Атом можно так себе представлять Имеется ядро Вокруг него Внутреннее электронное облако А там есть один электрон Ну и этот электрон Как бы Чувствует Только один заряд Заряд ядра И поэтому Его Состояние В общем-то очень близко к водородам Ну для начала Мы договоримся вот о чем В нулевом приближении Мы будем считать Что все электроны Суимодействуют только с ядром Это конечно очень грубое приближение Ну мы потом его будем улучшать Но вот если электроны Каждый электрон взаимодействует Только с ядром То естественно Система энергетических уровней Остается водородоподобная Значит у нас есть Один С состояние Два С Два П состояние 3С 3П 3Д состояние И так далее Как было в атоме водорода Ну там границы ионизации Ну вообще говоря Если Теперь нам надо Значит для каждого электрона Вот такая схема уровня Получилась Ну вообще если мы теперь будем Рассаживать электроны То казалось бы Все электроны должны сесть На самый низкий уровень Поскольку мы говорим Что они только с ядром взаимодействуют Но это уж очень грубое приближение Вот есть еще Первый учет Который нужно сделать Это учет Принципа Паули Значит вот мы Поподробнее о принципе Паули Будем говорить Когда о гелии пойдет Там удобнее об этом говорить Ну вот пока мы Снова оставим Принцип Паули В форме Что Не существует Двух одинаковых электронов Ну поэтому Если в атоме водорода Понятно что Один электрон у нас Находился на самом Нижнем уровне То Атомы лития Понятно что У нас Три электрона Но если их сажать На уровне снизу То понятно что Два электрона Сядут на один С Они могут Спинами отличаться А Следующий электрон Сядет На два С Уровень Ну поэтому Естественно спектр Нижним состоянием У лития Будет Два С Уровень Правда Правда Возникает Один вопрос У нас в случае Водорода На той же Восоте Как И здесь Был Еще и Два П Уровень Вот что Произойдет Здесь Когда у нас Атом Трехэлектронный Ну и Для всех остальных Это будет тоже Работать Вот тут Включается Новый эффект О котором мы с вами Не говорили Это так называемый Квантовый дефект Почему он так Называется В упор Не понимаю Но на самом деле Это разговор О поляризации Атомного остатка То есть Вот когда он Ну понятно Что чем выше У нас Состояние Тем больше Расстояние От электрона До ядра Поэтому У лития Как правило Вот этот Электрон Он конечно Тоже Размазан В пространстве Но все-таки У него Функция Спадает Как Е в степени Минус Р пополам А у этих Как Е в степени Р Поэтому он Находится Дальше От ядра Но естественно Своим полем Немножко Отталкивает Атомный Остов Да Давайте еще Договоримся Прежде чем Об этом Говорить А так Назваем Промежуточным Терми Как Теперь Записывать Нам Электронное Состояние Ну Химики Понятно Как Записывают 1 С2 2 С1 3 П 0 И так Далее Вот так Бы Химики Написать Мы Запишем Чуть Похитрее Введя Понятие Промежуточного Терма По-моему Мы с вами Уже Договаривались Как Записывать Полностью Состояние Когда Мы Пишем Большой Буквой L Это Полный Момент Было Такое Да Здесь Мы Пишем 2 S Плюс 1 А Здесь Пишем Ж Тогда Вот Физики Любят Писать Поподробнее Значит Первая Оболочка У нас 1 S2 А теперь Мы В скобочках Пишем Полное Состояние Вот Этих Двух Электронов Это Называется Промежуточный Терм Который Описывает Состояние Атомного Астара Ну Давайте Посмотрим Это Два Оба С Электрона Поэтому Полный Момент L Большое Значит L Большое У нас Это L1 Плюс L2 Но Поскольку У нас Моменты L1 Л2 Равны Нулю То И тогда L Большое Будет Равно Нулю Поэтому Это Будет S Состояние Теперь Какой У него Будет Спин Поскольку У двух Электронов Проекция Спина В разные Стороны То Полная Проекция Спина Будет Ноль Поэтому Спин Может Быть Только Ноль Поэтому Это Будет Один Ну И Ж Так Как У нас L Равно Нулю И Спин Равен Нулю То Ж Тоже Равно Нулю Вот Это Промежуточный Терм Который Задает Состояние Атомного Остатка А теперь Добавляется 2 S 1 Электрон Ну и Что Получается Понятно Что Это Будет Здесь Нулевой Полный Момент И Здесь Нулевой Орбитальный Момент Поэтому Это Будет S Состояние Теперь Спин Тут Был Ноль Тут Одна Вторая Поэтому Здесь Мультиплетность Будет Двойка Ну и Ж Будет Одна Вторая Одна Вторая И Ноль Поэтому Ж Одна Вторая Вот мы Полностью Написали Какое Состояние У нас Получилось Ну Надо Сказать Что Иногда Пишут Сокращенное Описание Такого Состояния Пишут Главное Квантовое Число Последнего Электрона В данном Случа И Два Ну а Дальше Перечисляют Терм 2 S Одна Вторая Ну вот Это Полное Описание Состояния Спектроскопическое Это Сокращенное Но Обычно Пишут Конечно Так Вот Это Основное Состояние Ну и Теперь У нас Своим Полем Он Создает Дипольный Превращает Атом В диполь Это Значит Что К потенциал Который У нас Был Минус Единица На R Теперь Добавляется Еще Потенциальное Взаимодействие Между Да Ну понятно Что у нас Заряд Вот Всей Этой Системы Остался Единица Минус Один Плюс Один Да Потому что Заряд Ядра Плюс Три А у Электронной Оболочки Промежуточного Терма Или Атомного Остатка Был Заряд Двойка Поэтому Первый Пребежение Претенциал Кулоновский Но Теперь Еще Появляется Дипольный Момент Ну Вообще У Диполя Сложный Потенциал Конечно Там Три R На Ну Помните Когда-то Считали Но В первом Пребежении Это потенциал Который Спадает Как Единица На R По Квадрате Во-первых Во-первых Он Отрицательный Тоже Поэтому Паретка D На R Квадрате Ну Где D Это Некоторый Эффективный Дипольный Момент Ну А теперь Надо Заново Уравнение Шейдингера Решить Вообще Минус Единица На R Плюс L На L Без Или L Плюс 1 Сейчас Собственное Число Плюс Конечно Да L Плюс 1 На R Квадрате Так Ведь Было Да И Теперь У нас Добавилось Еще Минус D На R Квадрате Смотрите Сейчас Здесь Не пополам Вот так Да Смотрите Какая идея Возникает А давайте Это запишем Так Минус Единица На R Плюс L Штрих На L Штрих Плюс 1 На 2 R Квадрате Оба Этих Новых Потенциалов Спадают Одинаково С расстоянием Давайте Попробуем Его Учить Просто Так Подправив Квантовое Число L Ну Тогда Наверное Понятно Что Надо Сделать Мы Напишем Что L Штрих На L Штрих Плюс 1 Это Будет L На L Плюс 1 Минус 2D Да Так Или здесь Напишу Тоже Двойку Чтобы Вместе Собрать Тут 2D Ну И тогда Для L Штрих У нас Получается Уравнение L штрих В квадрате Плюс L штрих Равняется L квадрат Плюс L Минус 2D Или L штрих В квадрате Плюс L штрих Минус L в квадрате Минус L Плюс 2D Равняется Ну Ну Поэтому L штрих 1 2 Равняется Минус Минус 2 Плюс Минус Корень Квадратный Из 1 Четверти Минус Куда Плюс L В квадрате Плюс L Минус 2D Или Это будет Минус Половинка Плюс Минус Корень Квадратный Так Вот эти Все три штуки Превращаются В L Плюс 1 Вторая В квадрате Минус 2D Ну Понятно Что Наверное Это Маленький Эфир Поэтому Будем Считать Что Это Малая Поправка Ну Тогда Будет Минус 1 Вторая Плюс Минус L Плюс 1 Вторая А Здесь Будет Корень Из Единицы Минус 2D На L Плюс 1 Вторая В квадрате Ну Или Минус 1 Вторая Плюс Минус L Плюс 1 Вторая Так Тут Раскладываем В ряд Будет Половинка Этой Штуки Да Еще Со знаком Минус Поэтому Тут Будет Минус Плюс D На L Плюс 1 Вторая Ну И тогда Будет Два Корня Один Корень L Минус D На L Плюс 1 Вторая А второй Корень Второй Корень Отрицательный Ну Посмотрите Оказывается Надо Теперь У главного Числа L От него Отнять Такую Это мы Прибавили Это Наверное Так А дальше Мы помним Что если Раньше У нас Было Что Главное Квантовое Число Равнялось L D На L Плюс Одна Вторая Я понимаю Что это Конечно Подгонка Совершенно Страшная Но Придумать Кто-нибудь Лучше Раньше У нас Энергия Равнялась Минус Риттберг На N Квадрат А теперь У нас Энергия Будет Равняться Минус Постоянная Риттберг На N Минус D На L Плюс Одна Вторая Квадрат Или Минус Риттберг На Эффективное Квантовое Число Поэтому Смотрите Для S Состояния У нас Больше Всего Уменьшается ДП Состояние Меньше Уменьшается Для D Состояния Еще Меньше И так Если Раньше У нас Когда Было Один Электрон Энергия У S И P Состояние Были Одинаковые То Теперь У нас Все Уровни Приопустятся Вниз Ну Потому Что N Уменьшилось А Здесь N В квадрате В знаменателе Все Уровни Приопустятся Вниз Но S Уровни Приопустятся Больше Всего P Приопустятся Поменьше А D Уже Почти Совсем Нем Приопустятся И вот Эта Штука Которую Мать Вот Это Обычно Обозначают Дельтой Называют Странным Названием Квантовый Дефект Почему Хоть Я не знаю Почему Он Квантовый Дефект Но Теперь Когда Мы До Этого Дошли Схема Уровня Лития Будет Уже Другой Немножко Так Ну Давайте Ее Значит У нас Энергия Теперь Минус Риттберг На Эффективное Квантовое Число В квадрате Ну И Теперь Если Мы Будем Рисовать Все Как Надо С С Состояние П Состояние Д Состояние Ф Состояние Здесь Энергию Уровень 1С Чего Рисовать Он Забит Электронами Которые Отсюда Выбить Сюда Нужно Куда Больше Энергии Чем Отсюда Сюда И Поэтому Если Мы Занимаемся Оптикой А не Каким Нибудь Рентгеном Или Гаммой Случением Про Эти Электроны Можно Теперь Только Забыть Их Отсюда На Эти Уровни Вообще Не Перевести Оттуда Энергии Гораздо Меньше Поэтому Из этих Двух Уровней Они Вот Если Раньше У нас Было Вот Это Я Уже Приопустил Все Немножко Это Был 2С И 2П Уровень Водорода Это Был 3С 3С 3П 3Д Дальше Был 4С 2С 2С 3Ф Это Были Решения Для Уровней Водорода То Теперь Будет Все Совсем Не Так 2С Уровень Из-за Квантового Дефекта Сильно Приопустится И Это Будет Основное Состояние Значит Основное Состояние Сокращенно Называется 2 2С 1 2 2 2 Для П Состояния Уровень Приопустится Меньше Кстати Понятно Какая Будет У этого Состояние Электронная Конфигурация Здесь Вместо Когда Суда Перейдет Электрон У нас Будет Вместо 2С Электрона 2П Электрон Вот у нас Электрон С 2С Перешел На следующий Уровень Поэтому Я уж Нарисую Как Будет Выглядеть Его Терм У нас Есть 2 1С Электрона Которые Создают Промежуточный Терм 1С С нуликом Потом На 2С Уровне Нет Никаких Электронов Если мы Перевели его На следующий Уровень А вот На 2П Состояние Будет 1 Электрон Дальше Уже На 3С 0 Ну Какой Терм Будет Поскольку Здесь У нас Л Орбитальный Момент 0 Полный А здесь 1 То Орбитальный Момент Полный Будет 1 Это Будет П Состояние Дальше Спина У него 1 2 Поэтому Этиплетность 2 Ну а Теперь Смотрим Какие У нас Возможно Значения Ж У П Момент 1 У Значит Л Большое У нас 1 Это П Состояние А С Большое У нас 1 2 Полный Спин Электронной Оболочки 1 2 У этих 0 У этого Половина Тогда Полный Момент Может Быть Либо От Суммы До Разности Сумма 1 1 2 3 2 Разность 1 2 Поэтому У нас Будет Два Возможных Состояния 3 2 И 1 2 Мы Видели Что У нас Из-за Спин Орбитального Взаимодействия Происходит Расщепление По Квантовому Числу Жить Правда В водороде У нас Было Два Эффекта У нас Было Спин Орбитальное Взаимодействие И Зависимость Массы От Скорости Но Зависимость Массы От Скорости Всегда Была Одной И Той А В спин Орбитальном Взаимодействии Важен Заряд Ядра И Вот Теперь У нас Заряд Ядра Стал В 3 Раза Больше Чем В Водород И Поэтому Начиная С Неводорода Все Всегда Пренебрегают Зависимость Массы От Скорости Она Уже Малинка Она Уже Малинка Ну Тут Возникает Вопрос Какой Эффективный Заряд Ядра Чувствует Наш Электрон Ну В общем Оказывается Что он Чувствует Чуть Не Четвертой Степени Заряд Ядра Если Посчитать Поэтому Поэтому После Водорода О Каком-то Слабеньком Зависимости Массы От Скорости Можно Забыть Так вот Из-за Спин Орбитального Взаимодействия У нас Эти Состояния Имеют Разную Энергию И Поэтому Под уровень Полным Ж Три вторых Оказывается Повыше Чем Одна Вторая Поэтому Вот это У нас Будет Состояние С одной Второй Ж А это Состояние С три вторых Ну А все Это Будет Если Говорить Коротко Два Два П Ну И два Значения Одна Вторая И Три вторых Дальше Что у нас Есть Если Идти Выше Следующее Состояние Это Когда Электрон Следующее Три С Состояние Вот Второй Электрон Ушел На Три С Вот С Естественно У нас Три С Окажется Ниже Чем Три П И Ниже Чем Три Д Поэтому Следующая Тройка Уровня Выглядит Так Три С Уровень Будет Немножко Пониже Чем Это Дальше Будет Три Это Будет Два Два С Одна Вторая Только Не Два А Три Дальше Этот Уровень П Понизится Немножко Меньше Этого Значения И Расщепиться В два Это Это Будет Два Три Два П Одна Вторая Три Вторых У нас Еще Есть Теперь Д Состояние Три 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 Д Д Оно Почти Не Опустится Вниз Потому Что У нас Квантовом Дефекте Там Уже Много Прибавляется И Поэтому Он Будет Пойти На Том Ж Уровень На Сам Д Чуть Опустится Конечно Но Теперь Посмотрим Если У нас Д Электрон Появился У нас Такая Будет Конфигурация Здесь 1 С 2 С Промежуточным Термом 1 С С Ноликом Потом 2 С Ноликом Никого Нет 2 П 1 Никого Нет 3 С С Ноликом Ничего Нет 3 П 1 Ничего Нет 3 3 П С Ноликом Ни одного электрона 3 Д 1 Будет Вот Такое Состояние Ну И Тогда Терм Будет У нас С И Д Это Полный Момент Двуечка Мультиплетность Снова Двойка А Ж У нас Л Равно Двойке А С Одна Вторая Поэтому Уже Будет 3 Вторых И 5 Вторых Поэтому Здесь Будет Тоже Дуплет Состояние Межи 3 Вторых 5 Вторых Но Это Будет Состояние 3 2 Д 3 Вторых 5 Вторых Ну Надо было Пошире Рисовать Дальше Должно Быть 4 С Состояние Так вот 4 С Оно Должно Было Здесь Но Из-за Квантового Эффекта Оно Приопускается Знаешь Что Получается Оно Собака Приопускается Давайте Это Уже Повыше Это Вот Здесь У нас Да Состояние Ну Тогда То С чего Приопускалось Вот Здесь Это Водорозе А вот Это С Приопускается И Оно Приопускается Ниже Чем Вот Это Д Состояние Ну Так Так Сыграл Квантовый Дефект Так Числа Разложились И вот Это Состояние 4 2 2 С 1 2 Оказалось Чуть Чуть Ниже Чем 3D Состояние Знаете Это К чему Приводит Что Сперва У этих Атомов Заполняются Следующие Следующие С С А потом Д Ну Химики Там Говорят Что Есть Аномальный Порядок Заполнения Электронных Оболочек Вот Это Просто Из-за Того Что Это С С Состояние Если момент Единицы Он Может З Проекция Момента Не может Меняться Больше Чем На 1 А Поскольку Она Нечетная Надо Переходы Возможно Только С П Либо На С Вот Так Вот Тут У нас Меняется Четность Состояния У Этих Состояния Атомов Поэтому Возможны Переходы Только Между По Диагонали Но Давайте Смотреть Самый Нижний Переход Тут Момент Проекции 1 2 Тут 3 2 Поэтому На 1 2 Можно Перейти Унести Момент Равный Единице Так как Больше Чем Единица Момент Фотона Нести Не может Переход Поэтому У нас Возможно 2 Перехода Ну и Тогда Спектральная Линия Самая Яркая Потому что Сюда Легче Всего Электронно Загнать Такие Линии Называются Резонанс Эта Линия Оказывается Двойная Это Дуплет Естественно Отсюда Тоже Есть Двойная Линия Перехода Но Если Эта Линия Была Более Низкочастотная То Эта Линия Уже Более Высокочастотная Этот Дуплет Лежит Выше Но Я не знаю Там Улетия Какого Цвета Линия Но Будем Считать Условно Зеленое Но Потом Где-то Есть Еще Три Четыре Уже Два П Одна Вторая Три Вторых Ну Они Еще Выше Дальше Снова Двойная Линия Получается Условно Синяя При этом Мы Помним Что у Н Энергия Это Единица На Н Минус Дельта Ну Минус Д На Л Плюс Единица По-моему Было Да В квадрате Вот так Одна Вторая Плюс Одна Вторая Но Понятно Что Чем Больше Н Тем Этот Эффект Все Слабее И слабее Н В квадрате Растет Быстро Поэтому Расщепление Квантовый Дефект Чем выше Тем меньше Сказывается Это Одна вещь А второе В спинно-орбитальном Взаимодействии У нас Поправка Энергии Спинно-орбитального Взаимодействия Была такая Единица На Р Кубе Среднее Значение Ну а потом Там Ж На Ж Плюс Один Ну понятно Что чем Больше У нас Номер Состояния Тем больше Р Тем Поправка Спинно-орбитального Взаимодействия Катастрофически Падает И поэтому Расщепление За счет Спинно-орбитального Взаимодействия По пути Вверх По состояниям Становится Все меньше И меньше Ну и поэтому Вот это Расщепление Заметно Это меньше Это меньше А чем выше Тем оно меньше И меньше Вот у этих Дуплетов Линии Такие Называются Дуплетные У них Расщепление Вот по Мере Движения Вверх Уменьшается Ну а теперь Смотрите Какая Есть еще Возможность Можно с С на П Переходить Тут тоже Четность Меняется Тут Одна Вторая Тут Три Вторых Одна Вторая Поэтому Возможны Переходы Сюда Отсюда 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 Ну во Первых Ясно Что Вот это Расстояние Меньше Чем Это Расстояние Поэтому Эта Линия Более Красная Может быть Даже Инфракрасная Поэтому Здесь Будет Такой Дуплет Ну и Дальше Тоже Дуплеты Чем Мы Поднимаемся Выше Становятся Зеленее И Синее Дальше Идет Вот Такой Дуплет Со Следующего Уровня Идет Уже Еще Более Кратковолновый Дуплет Посмотрите Как Интересно Если В этой Серии Линии Расщепление Дуплетов Уменьшается По Идем Наверх У нас Уменьшается Спин Орбитальная Взаимодействие Потому Что Средний Радиус Куб Уменьшается То Когда Мы Идем По Этой Серии Линии У нас Пока Так На двой И на пять И на пять Вторых И на три Вторых Так 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 Таким образом Для атомов Щелочных Металлов Характерны В спектрах Двойные Линии И тройные Линии Вот Вот Так Так Вот Вот Оказывается Спин Орбитальное Взаимодействие Плюс Эффект Поляризации Атомного Остатка Вообще Полностью Сняли Вырождение И по Л И по Ж Теперь у Нас Уровни с Разным Л Имеют Разные Энергии И уровни с Разными Женями Тоже Разные Энергии Ну и в результате У нас Практически Все Да Ясно что для разных Атомов По таблице Менделеева Щелочных Металлов Квантовые Дефекты Будут Разные Потому что Дальше уже Будет Следующий После лития Калий Атом И там Все начнется Не с Н равного Два А с Н равного Три Там будут Другие Квантовые Дефекты И уровни Расположатся Чисто в Абсолютных Значениях Расположатся На совершенно Разных Высотах Это значит Что спектры У всех Щелочных Металлов Будут Разные То есть Они Будут Одинаковые По структуре Там будут Двойные Линии И тройные Линии Но энергии Будут Разные Потому что Квантовые Дефекты Разные Оказываются Это означает Что Даже в одной Группе Металлов Щелочных Разные Атомы Имеют Разные Цвета Спектральных Линий Но это Лежит В основе Спектрального Анализа Каждый Атом Имеет Свой Совершенно Уникальный Спектр Они Никогда Не Повторяются Для разных Групп У нас Спектры Окажутся Совсем Разные По структуре Одиночных Двойных Тройных Линий Это Само Собой Разумеется Но даже В одной Группе По цветам По частотам Излучаемого Света Спектр Совершенно Уникальный Ну вот Примерно Как-то Так Устроен Спектр Челочных Атомов Ну понятно Что Если у нас Дальше Идет Калий То у Калия Основное Состояние Будет 3С1 Вторая Потом Будет Резонансная Линия С 3П Комбинация Но вообще У калия Есть еще И 3Д Вот это Линия Который Будет Тоже Лежать Выше Чем Следующий С Уровень И будет Аномальное Заполнение Д-оболочек Сперва Заполнится С-оболочка Потом Только Д-оболочка Будет Заполняться Ну и так далее И так У всех Атомов Из-за Квантового Дефекта С-состояние У Щелочных Атомов Опускается Ниже Предшествующего Д-состояния Вот Такой Эффект Наблюдается Он чисто Чисто Аналитический Так Ну Теперь Наверное Вы поняли Что Такой Учет Поправки За счет Поляризации Дипольного Момента Но Это Довольно Странный Учет Ну и Вообще Говоря Вообще Говоря Возникает Необходимость Теперь По-другому Строить Волновые Функции Для Атома Водорода Мы с вами Аналитически Построили Ну а здесь Придется Немножко Поработать Но это Отдельный Разговор Про Волновые Функции Таких Атомов